23 февраля История этого праздника начинает свой отчет 27 января 1922 года. Ранее он носил название «День Красной Армии». После Великой Отечественной войны его переименовали в День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада СССР праздник продолжил свое существование. Теперь он называется «День Защитника Отечества» и является Днем воинской славы, наравне с Днем Победы и Днем снятия блокады Ленинграда. В преддверии праздника Институт филологии и межкультурной коммуникации представил зрителям музыкальную театральную постановку, приуроченную ко Дню Защитника Отечества. Как отмечают актеры, процесс создания был непрост. Необходимо было собраться силами и выступить на сцене перед большой аудиторией. Конечно же, всех артистов тревожит проблема того, что мы можем забыть слова. Допустим, там важный момент, потому что я, как один из главных героев, от меня зависела большая часть спектакля. И, конечно же, ты боишься, потому что на тебя большая ответственность и, возможно, где-то ты ошибешься и подведешь других. Но к лучшему этого не произошло. Никто ничего не забыл. Как утверждает режиссер постановки, немаловажным фактором успеха стало преодоление страха ответственности у актеров. Основной целью было желание всей труппы затронуть сердца зрителей, при этом сохраняя актуальное содержание. Взяв за основу часть творчества поэта Мусы Джалиля, они отразили важность самого праздника 23 февраля. Мы хотели сохранить актуальность, поэтому сегодняшний день и вот этот весь процесс, синтез, как она получилась. То есть большой вопрос, конечно, правильно ли мы это сделали, но, судя по ощущениям зрителей, вроде правильно, потому что многие говорят, что затронул их. Несмотря на то, что под разными названиями День защитника Отечества отмечается уже более 100 лет, в наше время он не потерял своей актуальности. Этот праздник необходим, потому что чтит память о героических подвигах и жертвах различных войн. Важно помнить и уважать тех, кто защищал Родину и внес вклад в историю страны. Именно поэтому сейчас День защитника Отечества и отмечается с таким размахом. Сейчас с уверенностью можно говорить о том, что постановка удалась. Зрители встречали и провожали артистов аплодисментами. 23 февраля – это праздник, объединяющий людей. Азат Хусейнов, Александр Антонов, Универ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова